Субтитры делал DimaTorzok В Донецкую библиотеку имени Крупской привезли книги из Москвы. Сотрудники формируют комплекты для всех библиотек ДНР. Работа кипит. Она здесь никогда и не останавливалась. Ни в годы Великой Отечественной войны, ни с 2014 года. Субтитры делал DimaTorzok в социальных сетях библиотеки. Там мы можем видеть и мастер-классы, и интерактивные викторины, и всевозможные подборки литературы. То есть, посетив наши сайты и соцсети, можно увидеть хотя бы то, что может сейчас библиотека дать своему читателю. Вооруженные формирования Украины в ночь на 1 января обстреляли библиотеку. Зачем? Кому помешали эти книги? Вопрос скорее риторический. Наутро после обстрела все сотрудники пришли на работу, чтобы заколотить окна фанерой. Библиотека осталась без 80 окон. Таким образом мы собирали осколки разбившихся окон. Сотрудники нашли такой способ в коробке складывать и выносить уже. Библиотека имени Надежды Крупской – это главное книгохранилище Донецкой области. В мирное время ее посещали около тысячи читателей в день. Здесь всегда было многолюдно. Школьники, студенты, ученые и обычные люди приходили не только для того, чтобы получить нужную книгу, но и просто полюбоваться этим зданием, которое является памятником архитектуры местного значения. Самый крупный республиканский зал, где мы сейчас с вами находимся, уже давно не работает. Здесь на просушке лежат старые газеты и пылятся бюсты классиков, которые с немым укором смотрят на происходящее за окном. В начале января этого года состоялось прямое попадание вражеского снаряда в дом напротив библиотеки. Это многоквартирный жилой дом. Мы можем видеть на доме напротив темное пятно и след от снаряда, который уже заложили кирпичами. Также вы видите, что многие окна уже закрыли фанерой. В том числе и в Русском центре многие стекла пришлось закрывать именно таким образом. Русский центр, открытый фондом «Русский мир» в 2010 году на базе библиотеки имени Крупской, был создан, как и многие другие центры по всему миру, в целях популяризации русского языка и культуры. Люди всегда охотно приходят сюда. Ведь здесь можно посмотреть классику российского кино, послушать аудиолекции и просто пообщаться с близкими по духу людьми. Сегодня на площадке Русского центра проводится множество массовых мероприятий, совершенно различных по формам, а также по реализации своих задач. Это могут быть и круглые столы, это могут быть онлайн-мероприятия. Многое мероприятие проводится в рамках интеграционной программы с Российской Федерацией. Как раз это очень удобно делать на площадке центра благодаря техническому оснащению, за что мы, конечно, благодарны фонду «Русский мир». В этом году, благодаря финансированию из фонда, нам удалось поставить конференц-связь, которая будет способствовать улучшению качества проводимых мероприятий в Русском центре. По соседству от библиотеки находится Союз писателей ДНР. Многие его члены ушли на фронт. Кто-то из них уже никогда не вернется. Но большая часть продолжает биться на передовой за право говорить на русском языке. Нас связывают давние дружеские отношения с фондом «Русский мир». В 2015 году Вячеслав Алексеевич Никонов выступил с инициативой создания первого сборника поэзии Донбасса. То есть, скажем так, была какая идея показать ту поэзию, которая создается в Донбассе под войной, под обстрелом. После этого очень многие авторы, которые вошли в эту книгу, с ними познакомились, например, редакторы различных изданий в России. И после этого у них установились какие-то связи, дружеские связи с российскими изданиями. И они начали их приглашать для публикации в толстых журналах и в сборниках, которые в России выходили. То есть, вот эта книга, ну, действительно, это какой-то старт. Вот старт литературы Донбасса перед лицом российского читателя. Сейчас уже, конечно, много вышло книг, особенно вот сейчас начало спецоперации. Целый ряд книг выпускает и «Союз писателей России», издательство «Веча» выпускает много книг. Но все-таки я хочу сказать, что эта книга все-таки была первая. Это была первая книга, и в 2015 году она получила специальный приз на Московской международной книжной ярмарке в номинации «Поэзия». В сборник «Час мужества» символично вошли 33 поэта. Один из них — драматург Юрий Юрченко. В издании размещено его стихотворение «Ватник». Вот оно. «Зачем иду я воевать?» «Чтоб самому себе не врать, чтоб не поддакивать родне. Ты здесь нужнее, чем на войне. Найдется кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это не уменье жить, не грех и голову сложить». Тем временем наша съемочная группа приехала в Горловский институт иностранных языков. В 2014 году перед коллективом вузов стал непростой выбор. Уехать — и тогда бы институт перестал существовать или остаться. И стать на защиту образования на русском языке. Многие педагоги сделали свой выбор, не задумываясь. Они остались. Придумали такой для себя девиз, тезис, если можно так сказать, что для того, чтобы тебе легче стало во время войны, ты должен кому-то помочь. Поэтому все наши студенты — это добровольцы. И я считаю, что у нас в этом отношении работа не просто хорошо налажена, она душевная, от сердца к сердцу. Поэтому у нас замечательные студенты, правда. И они прошли через такие испытания. Они столько за эти годы войны пережили. Мы очень хорошо знаем цену жизни, цену мирного времени. Мы очень хотим, чтобы мир пришел в каждый дом, чтобы было меньше жертв, чтобы быстрее восстановилась мирная жизнь. Я знаю, что мы победим, потому что другого варианта быть не может. Потому что правда на нашей стороне. Мы защищаем свою землю, мы защищаем свою культуру, свою историю. На этих фотографиях вы видите и бывших выпускников, и друзей Горловского института иностранных языков. Многие из них после войны хотели пойти работать филологами, историками, но не успели. Они остались в памяти, как герои России. Для нас сохранение русской культуры, русского языка, литературы, русской истории — вопрос не просто принципиальный, это жизненно необходимый вопрос. И для нас очень важным оказалось такое сотрудничество с фондом «Русский мир». Начиная с 2015 года, мы проводим различные мероприятия различного характера именно в рамках работы русского центра от фонда «Русский мир». Эти встречи, литературные гостиные, мультимедийные лекции, круглые столы, конференции научные — все выстраиваются в контексте популяризации и углубления знаний о русской культуре. Преподаватели — это удивительные люди. А педагоги ДНР и ЛНР заслуживают особого внимания. Все они с момента агрессии украинского правительства в адрес русскоязычного населения прошли серьезную проверку на прочность. Те, кто приняли решение остаться в тяжелых условиях и нести все тяготы наравне со своими учащимися, стали поистине преподавателями специального назначения. Были прямые попадания ограда, и мы постепенно ремонтировали, гордимся тем, что мы своими силами наш коллектив все это сделал. Это тоже любимое место нашего коллектива. И, конечно, мы ждем, когда закончится дистанционное образование, обучение точнее. Когда у нас весь зал будет заполнен ребятами, и мы будем проводить какие-то концерты, организовывать встречи, чтобы обязательно шум был, и на переменах, чтобы такая живая была атмосфера. Путь нашей съемочной группы лежит дальше, в город Мариуполь. Но перед этим небольшое лирическое отступление. За время этой командировки мы увидели многое. Разрушенные здания, проблемы с водой, круглосуточную гуманитарную помощь от тех, кто просто не может не помогать. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы остаетесь неравнодушными ко всему этому происходящему. И мы очень сильны духом, когда вы нас поддерживаете, даже элементарно вот этими вот носками. Спасибо вам огромное. Они греют не только ноги, но и нашу душу. Слава России! Мы видели людей, которым, конечно, очень непросто, но которые понимают, что именно перед рассветом бывает самая темная ночь. Всем, которые нам помогают, я им благодарна. Не только я, а весь Донецкая область, которые тут живут. Благодарна, потому что нам помогают, надеемся, чтобы они нас дальше не бросят. Вот это люди боятся, что бросят Россию. Ну, я надеюсь, что они нас не бросят. И всем желаю здоровья, здоровья и мира. А еще во время этой командировки случались и чудеса. Уже во второй раз мы встретили копию песчаной иконы Пресвятой Богородицы, которая неоднократно была на передовой. Именно там начинала мироточить перед строем российских солдат. Мы русские, с нами Бог. Давайте с Богом. Вернемся в город Мариуполь. В школу номер 5. В нее неоднократно попадали украинские снаряды. Совсем недавно она была наполовину разрушена. Осенью прошлого года началось активное восстановление школы российским правительством. Видела, как начиналась эта война. Эта война в Мариуполе, когда начали говорить, что Россия напала, а обстреливали микрорайон моей школы, 51-й школы, обстреливали именно с восточного, с блокпоста. Я видела, как эти ракеты красные летели в район моей школы 51-й и попали в дом, где находились мои учащихся. В результате мальчику оторвало руку, кисть и черепно-мозговая травма. Дома сразу начали гореть. На следующий день Ирина Васильевна пришла на работу, открыла двери своего кабинета и услышала взрыв мины в школьном дворе. В этой тяжелой обстановке нужно было не впасть в панику и как-то продолжать работать. Патриоты не те, которые выехали за границу на территорию Украины, а патриоты те, которые остались здесь в городе Мариуполе. Понимаете, очень сложно. Май месяц был, май-июнь месяц, когда в городе практически не было ни машин, ни людей, ни транспорта. И в это время оставшиеся учителя, которые исполняли свой долг, вот это были патриоты. Есть такое выражение – войны выигрывают учителя. И ряды наших педагогов состоят из гвардейцев от образования, людей высшей закалки и стойкого мужества. На сегодняшний день в Мариупольской школе номер 5 обучается более тысячи детей. Идет ее активное восстановление, что говорит о возвращении мирной жизни. Она медленно, но начинает пускать свои ростки. Открываются кинотеатры, школы. Конечно, эти люди больше никогда не будут прежними. Их жизнь разделилась на до 2014 года и после. Они знают на собственном опыте всю боль страданий, потерь и цену жизни. И несмотря ни на что, в Донецке этой весной снова будут высаживать сотни роз. В школах зазвенит звонок на перемену. А в детском саду кто-то не захочет есть кашу. А в детском саду кто-то не захочет есть кашу.